Сан-Себастьян Это всегда, ну, скажем так, банально, по-простому. Об испанском футболе так сказать значит почти ничего не сказать. Корриды это означает. Вот и все. Не помню скучных матчей на этом стадионе этих соперников. Правда, признаюсь, давно не помню и аншлага. А сегодня он, кажется, достигнут. Мадридский Реал приезжает в Сан-Себастьян лидером чемпионата. Отрыв от Реал Соседада составляет 6 очков. Отрыв от Депортиво составляет тоже 6. Но это уже по потерянным. Вчера Депортиво сложнейшим матчем в Барселоне одержал победу. И вот он основной состав Мадридского Реала на поле. Стоит ли его представлять? Кто из нас с вами не видел матча с Манчестер Юнайтед? Так вот, это те самые люди, вышли сегодня на поле. Но это будет совершенно другая игра. На правах просто дополнительные интриги. Не матчи нет, но репортажи. Я вам говорю, Соседад сегодня выиграет. Состав команды Реал Соседад представить также очень легко. Он тоже довольно стабилен. На протяжении всего сезона и вообще сейчас тоже. Ну, а с номерами мы разберемся чуть-чуть позднее. Я пока вам скажу, что в воротах, естественно, Сандер Вестерфельд. В центре обороны Кварме и Хауреги. На левом фланге, разумеется, Аран Сабль. На правом фланге, разумеется, Лопес Рикарте. В центре поля, как всегда, Хави Алонсо и Аранбуру. На левом фланге Де Педро, поправившийся. На правом Карпин. В атаке Нехат и Ковачевич. Судья матча Морено Дель Гадо. Молодой достаточно рефери. Вот имена его помощников. Провернулись на соответствующих строчках. А вот фотография на память. Какая будет память, хорошая или плохая, мы с вами узнаем после окончания матча. Причем это не всегда напрямую зависит от результата. Иногда хорошая память остается даже и по поражениям. Памятны те годы, а именно год 81 и 82, когда Реал Соседад впервые в своей истории, да и в последний же раз становился чемпионом этой страны. Чемпионом Испании. Тогда жесточайшим соперником Соседада как и сегодня был Реал. И в 81 году первый из своих чемпионств Реал Соседад выиграл три равенства очков с мадридским Реалом. Я сейчас не знаю точно. Вернее, не то, что не знаю, а не выяснял этого специально. Был ли там золотой матч? По-моему, не было там никакого золотого матча. Ну а, тем не менее, вот борьба была жесточайшая. Привычает-то, что тогда, после двух лет чемпионства Реал Соседада, было два года чемпионства Атлетика Бильбао. Такое последнее басконское четырехлетие в истории испанских первенств. И вот с тех пор баски очень уж больших успехов не добивали. Только Атлетик однажды был вторым. Ну что ж, о составе Реала все-таки я не буду, наверное, говорить. Потому что если кто-то не смотрел игру с Манчестером, кто-то виноват в этом сам. Состав с Реал идеальный. Это совершенно определенный набор игроков. Ну а на чем зиждется мое мнение о том, что Соседад сегодня выиграет? Наверное, об этом ближе к делу по ходу матча. Начинается игра. Фернандо Геро приводит мяч на Роберто Карлоса в центре обороны Эльгера. Представлю вам сразу запасных, потому что сегодня игра с заменами будет, я думаю, особенно важна у Реала. В резерве Бавон, Салари, Портильо, Миньямбрес, Гути, Марь, Гентес и Сесар. У Реала Соседада, Борис, Де Паула, Хохлов, Габелондо, Тайфун, Гуручага и Альберто. Последним я назвал вратарей. Первое нарушение правил в матче. Ковачевич валится озим. Де Педро у мяча. Подает его в штрафную, а скорее всего это еще и удар. Да, удар из Де Педро в данном случае неважный Роналдинио, да и Кассильес, не Симон. 0-0, первая минута истекает. Невысотний темп. Реал, когда играл Реал с Манчестером, очень много было сказано, какой тяжелый календарь у Манчестера Юнайтед вот в эти две недели, считая матч с Реалом. У Реала календарь ничуть не хуже, что только усиливает трибы соперничества. Сегодня Реал играет со Сьедадом, а в следующее воскресенье с Барселоной. И спрашивается, разве можно здесь, так сказать, что-нибудь добавить вот к этому соотношению. Наверное, почти ничего нельзя. Вот оно такое и есть. Рональдо теряет мяч. В центре поля Флавио, а может быть Макелеле. На плане такой крупности их невозможно различить, просто по позиции Флавио обычно играет правее. И Висенте Дельбоски. Как играет Реал вот в таких случаях, как сегодняшний, накануне ответственнейших матчей, когда нужно немножечко беречь силы? Бывает, что Реал валится. Но вряд ли это случится именно на этой стадии турмиров его, потому что кажется сейчас команда в еще очень хорошей физической форме. И сомнений это не вызывает. Бывает, что Реал избирает закрытый вариант. Помните, как с Сельки в прошлом году, накануне матча за Королевский кубок, когда Реал отобрал у Сельки мяч, сбив его наступательный порыв, сам не особенно стремился атаковать, забил бой в концовке, просто потому что решил поиграть последние 15 минут. Что еще бывает? Еще бывает так, как с Сосуной в прошлом году. После матчей с Баварией Реал вышел в первую очередь в эмоциональном смысле выжатым, как лимон. Вот опасный момент с передачи и гол. И гол, 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 гол! Давайте порадуемся этому, потому что Дарко Ковачевич открывает счет сегодняшнего матча на третьей его минуте. Чешите голову, сеньор Дельбоске. Это в любом случае становится интересно. 1-0. Ну что ж, Макаев вчера забивал, так почему же сегодня молчать Ковачевичу? Качает головой фигу. Да, это не очень похоже на Реал. Жмет губами Ниха, пристательный проход. Херу здесь, конечно, дал такого петуха. Если переходить на профессиональный сленг музыкантов. И оставили совершенно одного Ковачевича. Но такая вальяжность. Такая какая-то вольгодность. Смотрите еще раз. Ну нет, ребята. Какой-то нереал. Это нереал, это нереал. И ладошки к сердцу. Мобилизуйтесь, ребята. А тем временем уже нарушение правил около штрафной реалции Сьедада. Хауреги держится за поясницу. Пока устанавливается мяч, я в двух словах расскажу вам о том, как складываются события в других матчах испанского тура. Да, вот на данную секунду отрыв до партии. Это три очка, все на все. Так вот, закончились матчи вчера. Севилья выиграла Вергериала 3-1. Барселона 4-2. Проиграла Депортиво. Сегодня Рекреативо выиграл Олавеса 1-0. И ушел из опасной зоны. Вернее, поравнялся в очках с теми, кто стоит на конечного желания. Сейчас, ребята, Карлос будет бить. Удар поворотом. Вестерфельд мяч забирает. Практически симметричный удар от Кап Девилы. В прошлом туре он пустил. На сей раз все нормально. Итак, о других результатах. Мальорка, Рассинг 3-3. Мальорка, Рассинг 3-3. У Мальорки забил мяч Ригера. И дважды это у Рассинга Бадипо. Хави Герреро, как обычно, с пенальти. И снова Бадипо. Примечательно, что на первом месте Рассинг открыл счет. На втором Мальорка отыгралась. И потом Рассинг ввел 3-1. 3-3 сыграли и Атлетико Мадрид с Эспаньолом. Здесь у Атлетико отличились Луис Гарсия, Ибич и Агилера. И у Эспаньола Тамудо, Лопо и Доморо. 5 голов из 6 во втором тайме. Реал Эзенте Эспаньол ввел 2-0 и 3-1. И Атлетико спасся на 85-е и 90-е минуты. В Аренсе и Асасуны играют позднее. Этот матч вечерний, который в 20-30 в Москве начинается. В других матчах сыграны первые таймы. Начались вторые. И Райо Атлетик 0-0. Такой же счет в матче Малага-Вальгидалит. И Сельта выигрывает у Бетиса 1-0. Причем на 44 минуте забил в этом матче Мостовой. На моем счете, как Арансабль, легко обыграл здесь Сьерро. Нелегчайшим образом. Кассирес был отыгран. Ковачевич с убойной дистанции практически незащищенные ворота бьет. И 1-0. Напомню, что после поражения в прошлом туре от Депортиво, в котором Реал Сейзад играл, в общем, ничуть не хуже. Если взять сумму, то спать усилий за весь матч. И не люблю рассуждения, кто был, кто не был достоин поражения. Потому что, если бы по достоинству судить, то можно и не играть. Можно достоинство взвесить накануне. Можно играть лучше и проиграть. И это будет справедливо, по словам. Ну, а что касается... А что касается вот Рональда, то он штрафной площадки соперника. Фигу! Здесь не проходит вариант. Такой же прошел у Аран Сабеля, да и никого не было на линии. Вратарский Фигу бросал мяч чуть назад. Вот, смотрите, здесь, да, повезло, просто повезло. В армии осталась его... Забыта была его нога чуть позади. Вот подача углового опаснейший момент. Там свисток судьи уже прозвучал. Рауль был на дальней штанге. И от своих воротов эстерферять выбивает. Ну что ж, сыграно 8 минут. Игра идет веселая. Помню, что мадридский матч и команд закончился счетом 1-0. Позитивая 0-0. Это сейчас 1-0. А тот матч закончился нулевой мячей. Потому что каждый из команд имел по 3-3,5 вернейших голевых момента. Достал Аскавачевичу. Похожая ситуация. Здесь не успел поставить ему спину Консей Сао. И удар неточный. А, задел мяч ногу здесь Эльгера. Довольно опасно. В итоге получился такой кикс. Снова угловой. Наверняка опять подает Де Педро. Да, это он. Мастер кручений и вращений. И подач. На сей раз подача получилась не очень удачной. А то, возможно, чуть более опасная. Потому что никто не ожидал такой траектории. И повторное угловое мы видим в исполнении Де Педро. Там шмурки взялись по дороге. От напряжения, наверное. При этом мяч еще не доставили футболисту. Не доставили удовольствия мяча. Или мячом. Разбегается Де Педро. Расшагивается. Все это без всякого бега, без спешки. Делается опасный момент. Даже Зидан вернулся в свою штрафную. Хотя, чего удивляться. Главой он играет очень прилично. Это уж поверьте на слово. Потому что уже подросли люди, которые вряд ли по нежности возраста тогда вспомнят чемпионат мира 98-го года в финал. Но это было. Два великолепных гола головой. Замер стадион. Прекрасная погода в Сан-Себастьяне. Я, по-моему, говорил, город удивительно красив. Там у них сейчас то, что у нас бывает в 20-х числах мая. Вот такая вот погода. Без жары еще, но уже очень тепло. Даже в середине, наверное, мая. Градусов 15. Море, ветерок. Красивейшая полукруглая бухта с островом посередине. Сан-Себастьян не самый туристский город. Но я вас уверяю, что красивее города вообще-то поискать. Честно скажу, что пока не доводилось немного путешествовать по Италии. Там, говорят, тоже очень красиво. Им и небольшие есть города. Но вот Реал, извинкушно, что я говорю, Сан-Себастьян один из красивейших городов, которые мне доводилось видеть. Но это мы не о футболе. Пока не было футболу. Сейчас снова мяч в игре. Флавио Консайсау играет наперек поля с Еро. Еро правой ногой на левый фланг. Здесь Зидана оставляет без мяча Лобес Рикарте ненадолго. И аут в пользу Реала. Чем-то недоволен здесь Карпин. Они с Маккереле относительно недавно еще играли в одной команде, в Сельте. Вот снова Маккереле с мячом был. Потеря. Вступает в борьбу за мяч Митчелл Сальгадо, который здесь оказался в центре. Рональдо. На противоходе обыгрался Тейнг, но прихватил его руками. Вновь стандарт в пользу Мадридцев. И снова это аут. За левой боковой. Перехватывается мяч в центре. Нужно идти саму, конечно, здесь. Это был, по-моему, Ковачевич. Успели его остановить. Фигу Зидан. О, какой пас Зидана! Какой пас Зидана! Роберта Карла стояла в фланге в штрафной площадке. Подачи не получается. Маккереле. Мишел Сальгадо идет в центр. Справа нет сейчас вообще никого у Реала. Потому что и Фигу на другом фланге. Вот Фигу. Зидан, Фигу. Проходит соперника. Зидан, Фигу. Кассира Асна Роберта Карлоса. И... Угловой. Но угловой урожай в первые минуты кому-то везет. За Веста Фильмом водится вот так вот. На пустом месте иногда, да? Фигу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Контратак из Исхидада. Карпин. Очень неплохой пас. Никак не успел. Успеть было сложновато. И, пожалуй, даже... КОНЕЦ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 2-0 Вот это начало Роберто Карлос Приходится ему вернуться Ну что, новая попытка? Нет, расстается с мячом, ничего, Сальгадо Но это пока сейчас и не кат Извиняется, он говорит Сальгадо Похоже, кто-то принимает извинения нехотя И мяч снова перехвачен, но ненадолго Карпин сбраковал Фигу Лича Сальгадо Седан Чрезвычайно высокая плотность Рауль оказался в офсайде Ну, Кварман, конечно, очень позиционно грамотный игрок В первую очередь в связи с опытом И школа у него была хорошая В конце концов и игра за леверку У него за плечами С Кварман нужно бегать на перегонки Здесь, в общем, Рауль это и пытался сделать Ну, чуть-чуть вот Несимфазно они сработали с партнером Какой-то фигу в одном из передачи делает Зидан Рональдо Рансамбль приходит в свою штрафную Естественно Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Прошу прощения В азарте игры Не замечу, что говорю с выключенным микрофоном Нарошил правила Зизу И вы видели, что Ера захромал Правая нога традиционно его больное место Травма опасная Да, вот Ера пока еще прыгает Там в центре обороны Павлон разминается Ну, поскольку Ера уже много лет И травма, скорее всего, является рецидивом Какой-то старой болезнь Наверное, только уже после матча Разъяснение успокоит или, может быть, обрадует Кого-то в канун игр с Барселоной и Манчестером Ну, а касательно сегодняшней игры Вы просто любите знать, что Ера ушла в столе Потому что заменят его наверняка Контр-атака, Рауль Ну, Ронанда, где ваша скорость? Там вы старте страхуют своих защитников Ирландские вратарья отличаются тем, что прекрасно умеют играть ногами Хорошо Играют за пределами штрафной Эльера Налево здесь Зидан Вот у него Лопес Рикардо И вот Раулю удается ударить головой Правда, в борьбе и не очень точно Что-то не ладится А что, в общем, понятно Задушил пока Соседат В своих атлетических прессинговых объятиях соперника Да, вот здесь просто не повезло немножечко Раулю Мне показалось сначала, что нарезали ему жесткую борьбу На самом деле борьбой за мяч он выиграл Просто не попал в угол ворот А, кстати, 2-1 было бы вот сейчас уже в первом тайме Дико, дико интересная игра Дальгерам Дальгерам Ну, рукой сыграл здесь, похоже, в руках Соседата Как всегда, детальнейший показ Испанского футбола Ковачевич Для Кедро Пришлось сыграть назад Три матча продолжаются параллельно с нашим Во всех идет 72-ая минута Счет стабилен Сентр граждан выигрывает у Бетиса Малага в Альгераре в 0-0 Такой же шеф-каединке Райо Вальдикану Атлетик Бигбао И Валенсия играет с Асасуной в 22-30 по Москве А у нас вот сейчас всю секунду Реал соседаться сильнее мадридского Реала К 29-й минуте 2-0 И желтая карточка Клавио Атака сзади Классическая история Классическая история Фигу И вновь мяч перехвачен В центре поля дышать не дает Вот смотрите Ей проходит пас на Рональда Можно попробовать обыграть Но как Попытка сыграть в Сенку с Раулем А того уже караулили Двое защитников Один в случае рывка Другой Вот такой вот Такого развития событий Карпин выходит от Роберто Карлоса Не правда ли Карпин пока выглядит против Роберто Карлоса Чуть убедительнее, чем выглядел Бекка Атлетик Бильбао повел В матче с Раей Валикан Похоже уже совсем вылетает Скоро и 3-0 Разгром Не снять ли нам шляпа перед этими отважными ребятами Нет, ну от талача не забивает Так куда же Никата отставать, правда? Вот сюда целый показывает Никат Очень хороший пас Мгновенный, фирменный С места устарения практически Никата Айгера-то и так и не заменен А ведь он-то хром Куда ему гоняться за Никатик, да? И Кассири сгадал, не угадал Черный день до Реала 3-0 в 33-й минуте Фантастика Нет, 3-1 Уже лучше Слушайте Игра недели, по-моему Если считать, начиная со среды Разворачиваться на наши глаза И Рональда, 4-й бомбардир лиги На данный момент забивает свой 15-й гол Ну ему и надо Это против Манчестера он сыг ведает похуже А остальные Вот он Рывок И в касании Оказывается мяч, что между ног был пущен Вот это да И пас Зиданий. Ну, просто роскошь. И вновь мы констатируем, что игра не кончена. 3-1. Какой футбол. Какой анализ. 4-1. Мать моя, боже мой. Какие голы на все вкусы. Хави Алонсо. Великий Немой заговорил. Первый гол в чемпионате. В чемпионате, в котором он уже считается звездой. Хави Алонсо. Есть такая очень хорошая комитарская слова. Да! Блестяще. Где мы перелез с Флавио были, осталось только вот выяснить. Вот Флавио не поспел. Просто вот все моменты реализованы. Все. Но и вратарей отбить особенно нефть. Штанга! Вот первый нереализованный момент. Боже мой. Еще раз. Сидан сейчас словно бы взялся завести своих партнеров. Да, шесть ударов поворотов, но не снялся Сидан. По количеству ударов поворотов это абсолютно нормальный матч. Абсолютно нормальный. Но четыре гола уже из этих шести. Даже хочется для простоты матч сейчас закончить, чтобы вот этот процент реализации ударов остался нетронутым. Допомнику. Новосибирск 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 Вот это Реал был Очень недолго время на поле Будете готовиться выйти на поле Ну, наверное, вместо фигу, я думаю, потому что Все-таки некая замедлисть действий средней линии, она чувствуется Варентина Перец, я никогда не видел его таким мрачным Рядом с ним президент стрелялся с Едаром Харпин Переводится мяч направо на Де Педро Дальше Аран Сабль И нарушение правил Там еще лежал Харпин Сейчас всем нужно оказать помощь Которая невозможно неждается Да, ну вот, загрубил Зидан Мяч у Сальгадо стоит метров 7 от мяча Опять же делается низом до Педро Правый бить, конечно, он не станет Ковачевич Перехвачевич Мячевич Матереле Фигу Нет нарушения правил Ну что ж, бригада был рядом, поверим ему на слово Ковачевич Ковачевич Де Педро Как он Ножки мяч Видели? Полез в тропную Тага Алонсо Что, в общем, не его дело Человек почувствовал себя королем сегодня В тем временем Немрая Сравнивает счет Матер с отечком Бильбау Нет, ну здесь нарушение правил-то было Карпинг в мяч не попал А вот в этом еще раз Подхудрение Де Хави Алонсо Нет, здесь мяч сыгран Точно совершенно Еро выковырил мяч у него из ног Что касается игры Райо против Атлетико Бильбао Сейчас я постараюсь над рассказать, что там происходит А пока с мячом Эльгера в центре Мишел Сальгадо Вот и Малага Открыл счет в матче с Вальядолидом Урсайс Открыл счет на 76-й минуте в матче Райо Атлетико И Болич сравнял на 84-й Чуть позже расскажу, кто забил у Малаги А пока у нас угловой вал от Риал Сеседада Подача Вестерфельд ошибается Не туда он пошел Защитники ему не помогли И Парауль вновь не попадает в ворота И Вполне могло быть 4-3 Оба раза это вернейший голевый момент И И И И И И И И И Первый тайм Вот она Мобилизованность Вот он Боевой дух Риал Сеседада Который Умножаясь на И И И И И Я знаю, что было бы впервые Зашел бы Сэр Алекс Сказал И И За лидом 1-0 Мануэль Коннабаль открыл счет Для Обlation 我想ал В Киев � Лоп 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 Лип КОНЕЦ Фигу Напомню, что в резерве у Реала Мариэнто Спортильо, Гути Миньямбрес, Салари и вот Павон Геру все-таки остался в игре Ну, а другие мячи показывают, об этом Карлес уходит Но это, конечно, такая ситуативная рука Игры-руху вряд ли Игры-руху вряд ли А можно усмотреть было Макилеле Удар Ну, Вестерфельд здесь безупречный Удар не очень получился Такие удары хороши сейчас в стадионе Торпеда Зил Имени Эдуарда Стрельцова Где поле в горбулях И мяч отскакивает от травы В непредсказуемых направлениях Здесь мяч катится Кстати сказать, газон на Ануэте считается лучшим в Испании Конечно, Вестерфельд справился с плечом без усилий Довольно минута Марина Бельгадо А Карпин помнит разгром Реала Но это был немножко другой Реал Был три года назад Когда Сильто выиграл дома 5-1 Его Сильто, Карпинская И еще подача И еще попытка удара На сей раз Ковачевич только заделал мяч головой И это был не хат Я полагаю, что второй Торпед, возможно, не выдастся хеерически Но, в любом случае, будет очень включительно Это будет либо сказка о потерянном времени Либо сказка о несбывшейся надежде Давайте на перерыве отправимся И не нужно лишних слов Потому что То, что мы видели Первые 45 минут анализа На самом деле Почти не подлежит Захожусь по горящим следам Это подлежит просто запоминанию Занесению на Дискеты памяти С проигрыванием себе Любимому по большим праздникам Отдохнем И просто драма на канале НТВ плюс футбол Второй тайм матча Реал со съедат Реал Начинается при счете 4-1 В пользу Сан-Себастьянцев Совершенно невиданный счет В этом сезоне В матчах против Реала И, тем не менее, он абсолютно реальный Так оно и есть Так оно и обстоит На самом деле Ковачевич Дважды Нихат и Хави Алонсо Забили все эти голы В ворота мадридского Реала И вот видите, замена после перерыва Казалось, что Ера получил травму Но Павон разминался Разглаза Так на поле и не вышел Вместо Флавио вышел Миньямбрес Ну и Интересно, что это означает Потому что при этом он будет играть В центре поля Наверное, он будет играть на правом фланге Но Реалс и Схидат Начинают все так же энергично Кто же будет играть на месте опорного? Зидан А может быть, останется один опорный? Макириле Составы команд я напомню Реалс и Схидат в воротах Вестерфельд Защитники Третий Арансабль Второй Кварни Седьмой Хауреги И четырнадцатый Лопес Рикарте Средний Линия Двадцать четвертый Карпин Десятый Депедро Одиннадцатый Аранду Четвертый Хави Алонсо Нападение Нехат Пятнадцатый Кавачевич Девятый И состав Реала В воротах Касильес Клевые игроки Мичел Сангадо Реалс и Герро Герро Зидан Макиреле Фиг Закончили все время Паединки В Виго Там Силька Выиграла У Реала Угребитес Одинноль Мяч Павел Мостовой На следующей Четвертой Минуте Закончился Паединок В Малаге Малаге Выбрали Вальгедани Дадим Мяч Павел Конопай В конце Игры Рао Вальгекану От этих Грибау Обменялись Голами Одиннодин Угребал За Белуксайз За Рао От Игрался Болич И В главный момент В Испании Продолжается Только Вот Эта Игра Только Матч Реала С Съедадом И Через Полчаса Начнется Игра В Валенсии Там Местная Команда Принимает Асасуна Ну и Направо Фон Демень Янглес У Путина Он тоже Лучше На поле Честно говоря У меня Такое Ощущение Рональдо Роберт Барлес Да Вы знаете Путина На поле Нет фигу Не представляется Фигу Десерт Выглядит Перестаж Хороший контакт Располнение Кавиолонса Мы видим Карпин Замечается в центре Животный Кириле Кавиолонса Хороший перевод Мишан На Те Педро Мишелс Дальгадо Мишан Судье Мишан Мишан Пытавшись остановить мяч. Смотрите, перехватили мяч на Сан-Себастьянце. Опять они атакуют. И снова они здесь. Ковачевич. Арангуру. Самое незаметное, что это делается Светана. Только потому незаметно, что такова его спецфутбольная работа. Потому что его еще не было спутать с кем-то другим. КОНЕЦ 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 спустя рукава. Но, правда, спустя рукава не стал. Скорее, не так. Скорее, после того, как право показывают сыгры, как я не думаю, кто-то сам не любит фигенов. И вообще, очень предметный пример. Будущий соперник, как и обмораживающийся. Что-нибудь и безвободные коллеги остасыли. Грандиозные коллеги. Эта команда вышла на пределе собственности. Бегать за все-все. Не зря и ни себя, ни врага. Лететь, как песня поется. Также играет сегодня Реала СССР команда. Конечно, более мастерствует, чем Маскесуна. Но именно это сегодня составляет суть. Конечно, на отдаче без мастерства не сделаешь ничего. Но! На мастерстве без отдачи протекала не сыгать. На мастерство Реала выше любой команды. Не заметьте, господа. Это очень манчестерский рецепт. Поэтому те, кто хоронит Манчестер в регионах в раньше времени, это просто недальновидные люди. Впрочем, стоит заметить, что и доля не то, чтобы недооценки соперника у Реала сегодня. А доля некой самой успокоенности, во-первых. Отсутствие мотивации после блистания между Манчестером условно присутствует. Что, кстати, использует соперник и правильно делает? И это было не для умаления достоинства Реала Соседата. Нет, напротив. Это просто фактор. Матча, который необходимо использовать, так же, как и, допустим, собственные игровые плюсы. Договоренные соперники и прочее, прочее. Разумеется, такого отношения к делу у Реала в матче в Манчестере не будет. Там будет предельная мобилизация с первых минут. И это факт. Пути выкладывает передачу на Рональдо. Пути выкладывает передачу на Рональдо. Пути выкладывает передачу на Рональдо. Не факт на правом фланге был. Перехвачиваем мяч Робетто Карлос. Зидан. Сразу продвигается на него соперник. Кирилле. Пути. И Гамбрес. Кирилле снова на подборе очень хорош. Рональдо. Все спиной к воротам принимает мячи для Кириала. Большими силами, но не числом, а умением в первую очередь защищается Соседат. Но только Миньямбрес один более-менее свободен. Подача неудачная. Еле настиг мяч Роберто Карлос. И здесь Хайве Аланси еще лучшее Рональдо. Пути. 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 Рональдо, где скорость? Где скорость? Бит в воротом. Удар! «Алерог Роберинкл». man. сюрпризов, как говорят в разведке. В самый момент истинный. Я знаю, что есть люди, которые сейчас с блокнотом, с карандашом в руках следят за Зиданом. Записывают каждое его действие. Я, во всяком случае, знаю хотя бы одного такого человека. Вы знаете, в этом матче мы у Зидана вряд ли мы в чем-то отрекнуть. Матчи бывают действительно всякие. Матч на матч никогда не покоится. Ни у одной команды. Реал провел очень удачную серию. Напомню, что если не суть этого тура, вот за два тура оторвался, сделал себе очень комфортно отрываться от больших процентов, в зависимости от очковых. Ну, теперь он будет, наверное, трехочковый. В общем, с точки зрения турнира три тура назад было хуже. Поэтому в любом случае ситуация пока работает на Реал, конечно. Хороший пас на Зидана. Там у меня удалось 200 мяч до Рауля. Это Гути играл в Зидане. Такой выставлен как бы мостик в том, как игроков. Действительно, вот понятно, что со съедат второй половины будет больше защищаться. И Гути, который уже из центра поля, из центра консцентральной зоны у Реала разрушительные функции сейчас отчасти сняты. А Гути добавляет туда конструктивности. И именно Гути бросал мяч вперед сейчас. Конд-атака Сан-Себастьянцев. Карпин один справа. Бас в центр. Удар головой не сильный. Когда Касилис выпускал 4 мяча, я не вспомнился. Я думаю, что... Я помню, когда 5 пропускал. А это портилов позапрошлый сезон. Даже маму в позапрошлый. Четыре не припоминаю, когда было. Вот Аранбуру, что делает незаметный наш герой Рональдо. От ноги Рональдо мне пришел. Действительно, судья мог этого не заметить. Ну и конечно, наверное, и тренерская работа здесь тоже сказывается. Вот удар по воротам. Мяча Сальгаду-Дюм. Случается, что ему удаются. И ему удаются дальние удары. Когда-то давно еще играя за сельду. Вообще удивительно, но... На первых ролях сегодня 3 будущих игроков сельду. Мяча Сальгаду, Матереля и Карпин. В прошлом году в Сан-Себастьяне Реал проиграл в чемпионство. Помните, тогда Валенсия опережала ее, по-моему, на 2 очка. И очко-очко. Они шли сейчас уже твердые. Мне это не вспомнить. 3 туры осталось до конца. И Реал проиграл, а Валенсия выиграла. В десятером выиграла свой матч. Проигрывая по ходу 0-1. Сразу три задачи были достигнуты у той победы Реал Соседада. И Валенсия оторвалась от Реала, и Реал отстал от Валенсии. И при этом еще и сам Реал Соседад по сути в тот момент и спасся. В прошлом году из команды столовала на выиграть. Парень умеет работать локтями. И нарушение правил в центре пола, конечно. Уронили там, по-моему, Эльгеру. Нет, Гути. Снова пас на Зидан. Зидан как один из форулов работает постоянно уже впереди. Потому что таскать мяч через эти оборонительные заслоны просто не нужно. Нарушение правил. Нарушение правил. Кирилле. И аут. Зидан. Раскатил его здесь Аранбуру. Мехат. Ковачевич. Разгадали его намерения. Рональдо. Что рукой подыграл? Девние игры было. Давние игры. Причем сразу у двоих. А может быть у троих, дорогой Пиала. Какие разные матчи Реал и Манчестер проводят по стоячной встрече. Разозливый на самого себя Манчестер рвет Нью-Кассел. И успокоивающийся в какой-то степени Реал сам разрываемся с Еданом. Овсайд. Скачил назад, как передача планировалась на карте. В момент передачи фиксируется овсайд. Не образ. Плохой пас от Аранселана. Здорово Рональдо. Один на один. Вестерфельд. Близко Терен Вестерфельд. Мяч было сыграно. Может быть и больно Рональдо. Контакт там был. Но Вестерфельд сыграл в мяке. Могучий, длиннорукий голкипер. Реал со Сьедада. Как же он бывает иногда хорош. Вот он, как шрам на Арандовой ноге. Как же бывает иногда феноменально хороший Вестерфельд. В смысле степени точно так, что иногда феноменально бывает он плох. По сегодня матче, что он учудил в игре с Депортиво, когда сел мимо мяча, пробитого со штрафного, сильно, но не затеяло. Как-то похоже, если он Госоматский Гиперчичкин учудил в матче со Спартакой. Парит, не брать назад. Микар, падать. Не очень понятно, что за повреждения И штраф ноль Но вот повеселее, может быть, сейчас будет Да, вот сейчас очень хорошо Хочется, как будто все-таки встряска Там даже немножечко кровь пошла из шва Может, просто на этом месте рассадил снова много Рональдо В любом случае, сейчас было бы неплохо ему вернуться на поле, конечно Нет, Морен Дельгадо не позволит бить, пока он сам практически пристроен к стенке Хотя бы с чувством самосохранения И ничего Да, ну, ссадина на колени, это контакт с травой просто на высокой скорости Нет, здесь Вестерфин сыграл блистательно просто Ну и понятно, что это вот самое больное правое колено Рональдо Конечно, любые болевые ощущения в нем требуют Сразу вспомню об этой страшной травме И требуют от футболиста очень большой осторожности Такого мини-обследования Ну, на правом фланге Карпин совершенно один Здесь заигрались двое Карпин успевает вернуться, выбирает мяч Неловко отыгранную Веру Это игра лежа, свободный удар Играет з membавка Бутинк. Миньямбрес. Вспоминаю, во-первых, первые впечатления сравнительного для Миньямбреса Пирауля Браула, когда я комментировал, помню, в виде чемпионов матч Реала Спорт. И тогда Реаловс на свои турнирные проблемы уже решил на второй стадии. И в Португалию приехал состав на две трети, состоящий из дублеров. Так вот, тогда Миньямбрес показался даже поинтереснее. Теперь вот Рауле Браула прогуляли, мы так и не видим, потому что здесь играет Абберто Карлес на левом краю. Но Рауле Браула мы видим в сборной. Конечно, более цельное впечатление справа футболиста, более цельное. А вот в пользу Сан-Себастьянцев. Интересно, выбивая его мяч, задел там мадридские ноги. Клапин. 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 Никого не было на ближнем углу Вратарской. Главное не упустить мяч на угловой. На кирилле. Миньямбрес. Мичел Сальгадо. Ну, край свободен, можно уже бежать. Ну, кстати, вот почему еще, может быть, не так смотрится игра Мичел Сальгадо и Миньямбреса вместе справа? Ну, потому что оба они стремятся здесь, конечно же, по желобку. Миньямбрес, возможно, умеет играть более разнообразно или сумеет играть более разнообразно. Ну, наверное, со временем. А вот сейчас они получаются так, что друг друга дробь-то закрывают. Хитл уже очень разнообразная игра. Если он сваливается в центр, то сигнал помешивается Альгадо забегать справа. Здесь этого не происходит. А мы видели, что Партилио готовится выйти на поле. Сюда я уверен, что если он выйдет, он забьет. Матереле. Карауль не успеет. Ну, что? Ну, Дальбоски дает понять, что игра до него окончена. А вот зачем Тамрел играет после второй игры с Манчестером? По-моему, в Севилье он играет. Уверен, проиграет. Хотя, конечно, много будет за счет того, как матч в Манчестере случится. Очень интересна будет игра с Барселоной, которая, скорее всего, состоится в субботу, потому что обе команды проигрывают свои матчи. В предыдущих турах. А Барселона вообще уже довольно давно не побеждает. Она и накануне проиграла. Вилья Реалу она и в Лиге Чемпионов сыграла в ничью, причем не самым лучшим образом. Очень интересный будет матч. И стадион тоже почти угас. Доигрывается матч. Арам Буру. Арам Буру. Он все-таки в прошлом году Реалу в каждом матче забивал. Арам Буру. Арам Буру. Арам Буру. Ах, нет, это Борис. Не посмотрел я на номер, но внешний способ просто меня сбил немножко с толку. Действительно, они чем-то похожи. Миша Сальгадо. Делеле. Роберто Карлос. Миша Сальгадо. Миша Сальгадо. Тем временем начинается игра в Валенсии, где чемпион действующий пока еще в Испании принимает Асасуну. Наверное, я вам успею рассказать о составах, которых команда любит на этой игре. Миша Сальгадо. Может быть, мы успеем узнать о забитых мячах. Карпин справа снова свободен. Это понятно, Роберто Карлос во втором тайме очень занят атакующими попытками. Вот пас в направлении Рональда. Вестерфельд успеет? Успел. Здесь имело смысл быть, конечно, сильнее. Но, видимо, не успел оценить положение Вестерфельда пасующий игрок. Вестерфельд успеет? Вестерфельд успеет? Между прочим, в Валенсии потрясающее совершенно начало игры. Там на первой и на второй минуте нападающий от Сосуны вышел один на один с Каньесаресом. Обыграл его и был сбит Марченой. И Марчену удален. То есть Валенсия играет в меньшинстве. Ну, опять одновременное начало. Да, вот как в прошлом году Валенсия играла одновременно с этим матчем. И там было удаление. Так же и сейчас. Интересно. Да, весь матч в Валенсии играть в меньшинстве против такой крепкой команды, как Ассасуна. Интересно, что получится. Ну, и еще, конечно, вопрос, который вызывает интерес, как теперь ситуация внизу таблицы выглядит. Потому что там рекреатива набрал ход. Пока рекреатива уступает Алавесу под показателем, поэтому находится все же в опасной зоне, зоне вылета. А у нее Алавеса и Ассасуна, наверное, по 30 очков. У Испаньола и Волголида по 32, у Урасинга 33. Вот такая вот ситуация. Ну, а здесь мы видим опасный удар снова. Все тоже как-то спокойно смотреть, правда, после ферического первого тайма. Как-то сложно сконцентрироваться на происходящем. Особенно учитывая, что у Реала уже нет на поле ни Зидана, ни Фигу, ни... Ну, собственно, Флавио после Сау не самый, конечно, определяющий игрок. Вот, удар к воротам Реаста Фиде. Бил, по-моему, партию. Да, это он. Ну, а в верхней части таблицы важное событие заключается в том, что у Сельте и Валенсия Ишкова теперь поровну. Было накануне тура по 47. То есть, извините, нет. Сельте ставлю на 2 очка, и вот сейчас она обошла Валенсию. А Валенсия играет в меньшинстве. У нее еще вот игра с Сесеной, которая началась в запасе. И там, конечно, борьба за место в лиге чемпионов, она тоже обостряется. В общем, она идет именно между Сельте и Валенсии. Еще очень важное событие этого тура. Севилья обошла Бетис. Две северские команды, ненавидящие друг друга болельщики. Конечно, кто будет выше, очень важно для них. Но Севилья уже на шестом месте. Команда, которая в первых пяти матчах, по-моему, ни разу не набрала ни одного очка. Ну, правда ли это занято? А, вот Валенсия уже забила Ассасу. Ну, а у нас замена. Выходит на поле Тайфуна. Он меняет Карпина. Карпин сегодня не организовывал уголов, но отыграл он великорректно. Не учитывая, что отрыв от четвертого места довольно большой, уже в девять очков ухудрялся с еда, то, наверное, мы вправе уже присмотреться к этой команде, как к будущему участнику Лиги Чемпионов. Конечно, это очень сложный вопрос, потому что что с командой произойдет в межсезонье, это проблема. Я не думаю, что ее раскупят, если покупать особенно некого. Игроки, в общем, в основном уже довольно возрастные, за исключением одного Нихата. Главное, что и, конечно, усиливаться нужно. Нужен, безусловно, еще один защитник в центральную зону. Нужна, может быть, пара запасных игроков новых, которые создали конкуренцию в линии атаки. И в середине поля тоже. Лига требует другие требования, потому что там нет. Ну и главное, станет в следующий сезон продолжением этого. Это тоже очень интересный вопрос. Хотелось бы, чтобы стал, потому что в этом году в густанском чемпионате в лице Риал Соседада и его тренера Ринальда Денуэкса, или Денуэкс, тоже его называют, мы получили сразу и самобытную команду, и самобытного тренера. Весьма-весьма. Денуэкс-на- Birg09-лазо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну а мы видим, что Реал забивает таки второй гол Рауль вводит на удар Портильо Я выдерживаю паузу, господа Я ведь обещал вам, что Портильо забьет Сегодня в этом смысле Получается очень много Ну а Вестерфельда давайте не будем винить Он уже немножечко потерял концентрацию И здесь не было офсайда, конечно же Безусловно, не было офсайда Безусловно, бывают разные чудеса Потому что Времени остается 5 минут У нас 3 гола задребнут, как он побывал В воротах соперников, да? Так что по большому счету у Реала есть, конечно, шансы отыграться Но это только если Реал Сочисад позволит себе вольярничать Я думаю, что этого не случится Вот теперь пас на Вестерфельда И еще один штрафной От Вестерфельда сейчас требуется, конечно, большое спокойствие И при установке стенки И при работе с теми защитниками Потому что Ситуация опаснейшая А если Реал сейчас сумеет забить То дальше с ним будет играть отчаянно тяжело Вот бьет Роберто Карлоса угловой Уже Рауль пошел подавать угловой Это будет что-то новенькое По-моему, даже А в гути мяч попался Да, углового нет И уходит Нихад Нет, не пустил-ка играть Стофлова Денуэкс Вместо него вышел Габелондо Роберто Карлоса И ничего Нарушает правила партии И, с одной стороны, приятно, что не разгром Потому что Никогда не хочется видеть короля Не просто на коленях, а еще и посыпанным каким-то противным пеплом Сверху А с другой стороны, немножко обидно Потому что разгромленным Реал мы не видели довольно давно Такой, что серьезный Реал Тут просто очень давно Ой-ой-ой Ну, пока еще, кстати С разгромом еще ничего не ясно Вот Ковачевич имеет такие шансы Нет Касири забирает мяч в ногах Чисто Во всех случаях, столь же чистый, сколько Вестерфейк сыграл против Рональда в этом эпизоде Касирису нужно было чем-то запомниться Ну, не сыпать Для него это точно черный день Володи, как и винить, особенно не в чем Братаря Нет, здесь чистый Чистейшим образом сыграл Касирис Сальгадо Рональдон Толкал соперник Интересно, сколько Добавил Судья, я думаю, что вряд ли больше двух минут Почти не было остановок Еще одна, так, релся, а три минуты добавили, ну ладно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот уже и оркестр Загадка Какую-то победную мелодию По-прежнему 1-0 в Баленсии Где местная команда, чемпион страны, играет с Асасуной И 4-2 в Сан-Себастьяне Реал Соседат Победил сегодня мадридский Реал Борьба в чемпионате обостряется Реал опережает Депортиву и Реал Соседат После этого тура только на три очка Тем интереснее, правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Длиннейший пас вперед Там рвется вперед Раул, его вперед не особенно пускают. Вот что бывает, когда мастерство команды, ее класс, множится на блистательную самоотдачу и вдохновение. Только так можно сыграть сериалом, сыграть изо всех сил. Это продемонстрировала когда-то маленькая Асасуна, это демонстрирует сейчас Реал Соседак, тоже не очень небольшой, но только находящийся в совершенно иной турнирной ситуации, чем та Асасуна. И, наверное, рецепт это для нас не много. С тем большим интересом ждем мы в следующие выходные поединка Реала с Барселой на Санте-Габернабеу. С тем большим ожиданием надеемся мы посмотреть на то, как будет играть Реал с Манчестера в Геннаде в Манчестере в следующую среду. Вообще, господа, мы увидели с вами великий футбол. В первом, правда, тайме нам ждет с вами еще как минимум великие 10 футбольных дней. Возможно, они потрясут мир. Поживем увидеть. До свидания. Для вас работал Василий Уткин. Играйте в футбол.